В Караганды неизвестные охотятся на домашних и бродячих собак. Жители города рассказывают о некоем мужчине, который отлавливает питомцев и, возможно, сдаёт их на мясо. Самое ужасное, что проверить рестораны невозможно. Оказывается, в Казахстане есть только одна лаборатория, где могут отличить собачатину от другого мяса. Через неделю после пропажи Рея, любимца семьи, Вероника завела такую же собаку, чтобы легче пережить утрату. Камера видеонаблюдения соседнего магазина зафиксировала, как пса подобрал мужчину на Ниве и увёз. Семья провела расследование, нашла водителя. Тот рассказал, что увёз собаку на скотомогильник, но там Рея не оказалась. Собак просто разделывает человек и шкуры в производство, там носков, поясов, а мясо именно в рестораны. Потому что, как мне сказали, пять тысяч взрослая тушка, щенок две тысячи стоит. Девушка разместила пост в соцсетях, откликнулись больше десяти человек с подобными историями и рассказали про ту же машину, подбиравшую собак. По словам общественника Владимира Вершинина, полиция за такие дела не берётся. У нас что, фермы есть по разводу, собака, а эти блюда есть в ресторанах? Пойдите, закажите, вы покупаете фарш. А вы уверены, что там нет кусочка вашего любимца? Кстати, официально в меню ресторанов блюд из собаки не бывает. Однако любителей хе и супа из тузиков это не останавливает. А ведь в этих блюдах может быть бешенство, бруцеллёз, чума плотоядных, сибирская язва и сотни паразитов. Ведь уксус при мариновании мяса для хе инфекции не уничтожает. Даже многочасовая варка не даёт стопроцентной гарантии. Мясо собак на сегодняшний день отсутствует государственных стандартов. Исследование данного вида мяса. Соответственно, данный вид мяса запрещается реализацией и употреблением в пищу. Отличить собачье мясо от любого другого может только одна лаборатория в Астане. С принятием предпринимательского кодекса в Казахстане запрещены проверки общепита. Вот заказали собачку. Кихе, кяди и что там? Кяди. Бедного нам аппетита. Любовь казахстанцев к мясу собак необъяснима. Ведь даже в Южной Корее от этого уже отказались, считая пережитком голодных времён. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.